Так, все понятно. Так, дамы и господа, прошу прощения за небольшую техническую невязку. Здравствуйте. Прежде всего, пожелаем мира во всем мире и как можно быстрейшего и бескровнейшего окончания конфликта между двумя воюющими странами. Так, и мы с Божьей помощью начинаем наше занятие. Сегодня мы разбираем недельную главу, которая называется «Ваяк-Хель», что значит «собрал» от слова «кагаль». И из этой недельной главы мы возьмем с вами 36-й параграф, то есть «Перек ламет вав». Маленькое примечание, очень часто читают две главы вместе в одну субботу «Ваяк-Хель» и «Пекудэй». «Пекудэй» – это последняя глава книги «Шмот», последняя недельная глава. Но в этом году год у нас високосный и поэтому количество суббот у нас полное. И на следующей неделе мы читаем «Ваяк-Хель», извините, «Пекудэй» на этой неделе, мы почитали только «Ваяк-Хель». И вот 36-й параграф книги «Шмот» входит в эту недельную главу. Ну, с Божьей помощью начнем. Так, Анна, я по техническим причинам вижу текст, но я не вижу список. Я надеюсь, что у нас все на месте. Но прошу вас тогда спросить. Нас поменьшало. Сколько нас? Нас вот из читающих Тимофей и Иван, и я, и все, пока что. Может быть Ирина читать лучше, я ничего не знаю. Я пока послушаю, я первый раз, я могу читать, но чтоб не опозориться. Ну, как хотите, у нас все добровольно. Ну, пока, да, я, пока я найду колею, спасибо. Понятно. Хорошо. Итак, «Шмот» Хорошо, хорошо, смотрите, как у нас происходит. У нас есть люди, которые слушают, есть люди, которые читают, и которые читают и переводят. Милости просим. Итак, первая фраза. «Ве-аса-бецал-эль, ве-о-голи-ав, ве-хол-иш-ха-хан-лев, ашер-на-тан, га-шем-хохма, у-тву-на, ба-гема, ладат, ла-асот, эт-кол-мелехет авудат га-кодэш, ле-хол-ашер-цива, га-шем». Первое, имя Всевышнего, ну, я стараюсь считать как а-га-шем, а не так, как мы произносим в благословении. Второе, здесь есть парочка интересных мест. Например, имя О-голи-ав, под буквой а-лис. Камадс – это камадска царь, которая читается о, а не а. И аналогично в слове хохма. Хоть там и стоит камадс, который обычно читается как а, нет, это другой камадс. Это тот камадс, который читается как краткое о. Как их различать, я, пожалуй, вам сейчас скажу. В закрытом слове долгий камадс быть не может, поэтому это краткий камадс, тот, который о. А что такое закрытый слов? Например, возьмем слово хохма. Первый слог – это не хо, а хох. Поэтому слог считается закрытым, то есть после гласного там идет еще согласный, то есть звук буквы хав. Раз звук, раз слог закрытый и к тому же безударный, в нем может быть только краткий, краткая гласовка. А краткая гласовка – это краткое о, камадска царь. Аналогично в имени О-голи-ав. Буква «эй» имеет огласовку хатав-камадс. Хатав-камадс – это не слогообразующая огласовка. Хоть здесь мы и слышим некий краткий гласный, точнее краткое о, ультракраткое о. Первый слог – это о-хо. О-хо. Вот примерно так. Второй слог – ли. И третий слог – ав. Поскольку первый слог является закрытым и безударным, то там тоже камадс – это о. Так, а теперь переводим. И каждый человек мудрый сердцем, который дал Всевышний мудрость и понимание – это у нас слово «легабин». «Ба-гэмма» означает как «в них». «Ба-гэм». Знать, делать всю работу работы. Мелехет авуда. Иначе перевести, в общем-то, не получается. Мелеха – это работа. Точнее, это те действия, которые в субботу не делают. А авуда – это просто работа. Значит, работу священную акодыш. Для Холя Шерцева – все ко всему, что заповедал, повелел Вашем Всевышний. Вот так мы переводим эту фразу. Номер «бет». Прошу вас, Анна. Да, давайте. Да, «бет». Кстати, меня видно, да? Да. Понятно. Меня нормально видно, я просто не вижу сам себя. Да, нормально видно, слышно. Все хорошо. Так. Да, да, да. Не слышала. Хахамлев. Как? А я? Остальные меня слышали? Снова проблемы. Все это. Я тебя слышу. Хорошо. Рафаэль Илягу, вы меня слышите? Я очень плохо вас слышу, пропадала связь. Вы прочитали? Нет, 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 у меня проблема, мы слышим хорошо, слегка. Ага, замечательно. Так, Анна, я полностью вам доверяю, если вы скажете, что вы прочитали и перевели. Я еще не перепочитала, но еще не перевела. Хорошо, да. Так, теперь я слышу вас, если понадобится помощь, я подключусь. Да. Так, и позвал Маше, Бецалеля и Агулява и всякого человека, умудренного сердцем, которому наделил Всевышней мудростью сердце, и мудростью и всякого, которого влекло сердце его, чтобы приблизиться к работе, для делания ее, для совершения ее. Да, замечательный перевод. Великолепно, вы не отступили ни на йоту буквального смысла, что я всячески приветствую. Спасибо, Анна, Коля, Кавуд. Следующую фразу, Анна, распределяйте вы. Так, у нас или Тимофей, или Иван сейчас вам должен идти. Ну, давайте. Тимофей, ну давайте Тимофей. Давайте Тимофей. Ну, давайте Тимофей. Тимофей, Бесалер. Гимель. Вайкху милифней мошэ, этколя тхума, ашэль гевиу бны Исхаэль, лимлехет авдад, акодэш, ласотота, вегем гевиу лав от недава, бабокер, бабокер. Пробуем переводить. Да. Да, и взяли перед Маше все приношения, Коля Трума, которые принесли сыновья Израиля для работы святой, делать ее. И они принесли кодэш, точнее работа святости, если дословно, да. Делать ее. Делать ее. Пропал звук. У вас задержка звука идет, вы слышите позже, чем мы говорим. Так. Да, да. Благем гевиу лав от недава. И они принесли от недава. Лав от недава. Помогите, пожалуйста. Еще. Они продолжали приносить еще пожертвования. Не, давай, это добровольное приношение. А, окей. Не, давай. Не, 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 но, да. Ну, там, в смысле, что уже люди приносили еще, хотя вроде уже было не нужно, они продолжали приносить. Бабокер, бабокер, это значит, каждый день по утрам. Да, да, по утрам. Ну, ладно. Да, да, верно. Об этом дальше более подробно. Спасибо. Так. Иван, теперь Иван. По утрам, да. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает в утро. Чудесно. Так. Иван, прошу вас. И пришли все мудрые исполнители этого святого дела. Все мудрости, да, делающие осима. Каждый о своей работе. Ашергема осима. Которую они делали. Которую. Да, ага, замечательно. Да, все правильно. Так, моя очередь, да? Нет, сейчас Людмила у нас еще пришла. О, чудесно. Рад. Очень рад. Что? Хей, да? Сейчас пятая. Да, пятая. Хей, да. Ва-йомру эль-моше лемор марбім ха-ам лехаві мідей ха-авода ламлаха ашерцева ашем ласот ота. И сказали маше... Чуть сложновато. Да? Да. Марбім увеличивают, делают больше. Сказали маше так. Увеличивается народ. Увеличивает народ. Увеличивает народ. Приносить. То, что он приносит. Ми-дей – это как медаль слишком, да? Лехави – это приносить, инфинитив, да? А ми-дей – это как, ну, по сравнению, да? Чем нужно для работы. Да, работа. Для делания работы, да? Ашерцева ашем ласот ота. Работы того, что в храме, как-то так? Нет, но смысл в том, что люди приносили пожертвования для работы. Больше уже пришли вот эти двое исполнителей работы, вот эти вот, бессалель. И они говорили маше, что люди приносят, принесли много, как бы, уже лишнее. Я понимаю, я просто пытаюсь по-русски сформулировать. Ну, вот, Марбим увеличивает народ приношение, как бы, чрезмерное приношение, чрезмерное. Вот как-то так получается. Или что? Ну, как-то так. Ну, лагави – медаль. То есть, как бы, чрезмерное приношение принесли много, приносит многое. Это слово не могу, лам-ла-ха, работа. Ла-ла-ха-ла-ха. Работа наша для работы. Ну, будем считать это синонимами, по крайней мере, в контексте. Который приказал Всевышний сделать ее, ну, в смысле, работу. Сделать ее, да-да-да. Очень хорошо, да, спасибо, спасибо, Людмила. Так, кто-то еще у нас берется читать? По-моему, все, теперь вы опять, все, вы закончили. Теперь я читаю вам. Войцав Моше и приказал Моше, повелел Моше. Вая авиру – это буквально провели. Коль – это голос. Ва махане – встаня, то есть, объявили. Леймор, говоря. Иж ваиша, то есть, мужчины и женщины, во множественном числе. Аль – это отрицание. Я асу – не делайте он и больше. Мелаха – не делайте больше работу. Литру мат акодиш – пожертвование священного. Вай хале – вот это вот интересное слово, которое можно перевести как «и прекратил народ» – от того, чтобы приносить. Если бы здесь не было буквы «алиф» на конце, я бы решил сказать слово «вай халкак» в начале «вай хулуа шамай ваарец» были закончены от слова «коль». Да, если бы было здесь вместо «кав» буква «мем», было бы слово от корня «мале» – наполнить, исполнить. Но вот этот корень «кав ламет алиф» означает… Кто-то, может быть, знает это слово? Это слово «кэле», что означает «тюремная камера». То есть, по идее, это слово означает «закрыть, запереть». Но, тем не менее, здесь смысл именно такой. Народ прекратил приносить. Мы прочитали вам. Зайн, пожалуйста, Анна, да? Да. Да, слушаю вас. Так. Прекрасно. Ага. Так. И, скажем так, работы, работа была достаточно, или, вернее, получается интересно, тут вроде как множество, а работа в единственном числе, а хайта, дайям, а дайям, а дайям – это как дай, достаточно. Да, дайям – это как дай. Работа была достаточно для работы, чтобы ее сделать и в ГОТЭР, и даже с избытком. Да, ГОТЭР как ЙОТЭР, более чем. И было более чем, да, совершенно верно. Да, спасибо, Анна, правильно. Так, у нас Тимофей получает. А, Тимофей, да. Да, у нас еще Владимир появился. Да, Владимир пришел, да. Прекрасно. Сейчас Тимофей прочитает там и сюда вот потом. Окей, мечта. Да. Виясу, коль хахам лев, бе осей амлаха, это мешкан, эсер, ери иот, шеш мажзар, утхелет в аргамон, в плаат шани, кругим, маасе, хошев, асаатам. Да, интересно. Ну, я перевожу, но думаю, потом мне понадобится помощь. Да, если понадобится, пожалуйста. Да, хорошо. И сделали все мудрые сердцем, бе осей амлаха, в делании работы, значит, мешкана, эсер, ери иот, вот здесь начинается. Ну, ери иот покрывала, ери иот покрывала. Да, 10 полотни, 10 покрывал, да. Шеш, это не шесть, а шеш мажзар, это материалы, из которых, внутричь, материалы, из которых делаются эти эргерии. Лен, сейчас скажу, крученый витен, это лен. Лен мажзар, это каким-то образом обработанный. Крученный, крученный. Да, возможно. Дальше, тхэлэд. Голубой. Это шерсть, голубая, синяя. Да, это шерсть, окрашенная в голубой цвет. Аргаман, это тоже шерсть, окрашенная в багряный цвет. Иногда переводят синяя и багряница. А тулатшаны, это шерсть, окрашенная краской, приготовленной из червяц. Тулат, это просто красный, это червленица. Ну, обычно еще называют, что она такая пестрая была, поэтому она такая переливающаяся, вот так вот. Может быть. Не потому что из червя, а потому что именно такого, скажите, как бы переливающегося цвета. О, лад, это значит переливающаяся? Это червяц. Ну, имеется в виду, что вот как бы блестящее, как бывает на каком-то там насекомом блестящее. Ну, может быть так, да. Так, теперь крувим. Как мы переведем? Крувим, есть крувим. Ну, да, крувим. Да, крувим, это ангелы, наверное, какой-то из видов, да. Маасе, хошев, хошев, это искусный мастер. Да, накоренность со словом хошав думает, так, и махшев, компьютер. Аса, вот там, сделал их. Нет, искусная работа тут имеется в виду. Искусная работа, да. Да, это все, сделал искусная работа и сделали. Мастерская работа, да. Да, сделали на ней. Профессиональная. Так. Тед? Академия, как будет искусная работа, скажите, как будет искусная работа? Не расслышал? Работа сейчас. Маасе, хошев. Вадим спрашивает, что это искусная работа. А, Маасе, хошев. Хошев, Маасе, хошев. То есть, хошев – это ум, то есть умная, умная, умная работа. Что ж, согласен. Понятно. Так, Владимир, если у вас там чего-то пищит, вы выключайте тогда, когда вы не разговариваете микрофон, а то у вас там все время какие-то звуки посторонние. Так, у нас сейчас, тогда Владимир, пускай, почитает. Так, урех Айя, а-хад шмоне, в-20, в-Амах, в-рохев, в-рохав, а-рба, в-Б-Амах. Илья Атат, Аэхат, Клеколь Ириот, Точка. Хватит. Немножко выше подниметесь. Значит, ценность, длина в данном случае, арох. А, это арох, но орох. Орох, вроде, орох. Орох, значит, длина, ирия, это... Будем переводить это как полоса, по сути. Полоса? Да, одной, да. Шмоне в эсрим, 8,20. Ама, это локоть. Беама, 8,20 в локтях. А, ама, а тут написано, да? Орох, ария, или не туда, смотрю, аж. Орох, ария, шмона в эсрим, беама, баама, баама, партнер. 28,20. Это длина вот этого... Полотна, полотно такое. Этого полотна. А почему это заехать, ария, ехать, полотно, одно? Одно, одно, одно полотно. А, понятно. А всего их было сделано сколько? Вы прочитали 10, да? Одиннадцать, там, 10, 10, 10, 10, 10. Айсер 10, да. Одиннадцать это другое, это мы дальше почитаем, да? А сколько их сделано? Десять, десять. Давайте переведем, а потом уже вернемся. Значит, 28 локтей. Рохав, рохав, перено. Рохав, перено. Да. Арба, даама. Четыре локтя. Четыре метра. Четыре локтя. Это примерно два метра. Айирия, ха, ехать. Одной. Полотна одного, полотна одного, полотна одного, свойство одно, меда это, свойство одно. Меда в данном случае размер. А, размер. А размер, размер, один, каждого полотна. Да, то есть было сделано, как вы прочитали в предыдущей фразе, 10 таких полотнищ. Каждая из них имела в длину 28 локтей и в ширину 4 локтя, да. Это то, что мы читали с вами в предыдущих главах, это самое первое покрывало, самое внутреннее. Вот. И на нем были вышиты вот эти вот кровим. То бишь, тот, кто находился внутри мешка, внутри самого помещения, да, на потолке видел вот именно эти изображения. Так, спасибо, благодарю. А предыдущее предложение было, сказано, что их 10 было, да, предыдущих? Да, 10. А как будет длина, я еще раз не забываю длина. Ор. 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 Да. Да. Владимир, если можно, выключите свой микрофон. У вас там говорят на иврите, но это все равно мешает. Да, верно. Так, спасибо. Кто следующий? Иван. Иван. Иван, прошу вас. Вейхабар, Эдхамеш, Агириот, Ахат, Эль, Эхат. Вейхабар, Эдхамеш, Агириот, Ахат, Эль, Эхат. Да. Так. Вейхабар просто соединил. Как соединил, мы не знаем. Не описано. Да. Буквально один с одним, то есть одно с другим. И Агириот, и другие, имеется в виду, пять полотничек соединил Ахат, Эль, Эхат. Да. Один с другим. Да, сейчас мы увидим, что соединение пяти таких ириот называется словом Махберет, которое здесь означает, ну, некое соединение, слово Хавер, конечно же. Лехабер. А в современном ивритее Махберет – это тетрадь. Тетрадь ученическая. Да. Спасибо, Иван. Юд, Алиф. Людмила. Людмила. Ваяас, Лулеот, Келет. Келет. Альсфат. Сэфат. Хаириаха Эхат. Микатца. Ба-Махберет. 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 Да. Кен-Аса. Бисфат. Хаириа. Ха-Ки-Цона. Ба-Махберет. Ха-Шенит. Людмила, не волнуйтесь. Я готов вам помочь в любой момент. Я просто стараюсь. Потому что здесь понадобится помощь, я вижу. Ва-Я-Ас. И сделай. Да. И сделал. Прошедшее время. Лу-Ла-А. Это в современном иверите петля. Петелька. Кстати, петля, например, в алгоритмической программе, то есть когда мы возвращаемся к некоему моменту, тоже называется этим словом Лу-Ла, и сделал петли Тхелет, как мы переведем? Да, из голубой шерсти, из нити голубой шерстяной. Аль-Сефат-Хайярия. Сафа – это гузба. Сфат-Хайям – это берег моря. А Сфат-Хайярия – это край полотнища одного. Одного. От края. Да, с краю. Вот это вот. Махбарет. Сфат-Хайярия. Махбарет. Сфат-Хайям – это полотнища, как бы, да? Да, да, соединение пяти вот этих полотнищ. Так сделал. Так сделал. Сфат-Хайярия. А, Сфат. Ну, на краю полотнища. Хитсонит. Хитсонит. Хитсонит крайняя. Крайнего полотнища. В скрепленном втором. Ба-Махбарет. В соединении. Второго. Га-Шайниц. Да, второго, да. То есть два вот этих соединения по пять полотнищ. Да? С края одного были пятьдесят лаот петелек. И с края другого пятьдесят петелек. Да. Спасибо, Людмила. You bet. Так, у нас еще Федор появился. Ну, не знаю, как он хочет. Федор, мы рады вас приветствовать. Вы у нас, кажется, первый раз, да? Ну, приходил когда-то уже Федор. А, были бы, да? Прекрасно. Федор, если вы хотите прочитать следующую фразу, милости просим, включайте микрофон, читайте. Если вы не включаете микрофон, мы передаем очередь следующему за вами. Нет. Глава называется... Как глава называется-то? Глава называется... Ваякель. Это тридцать шестой парадов. Вот так, ну, значит, возвращаемся к вам, Рафлиагу. Федор сказал, что не хочет. Хорошо. Тогда что, читаю я? Да. Хамишимлула от асабы и рьягаха. Так, да. Или это уже было? Нет, я... Нет, правильно, тринадцатый. Юд Гимель. А, Юд Гимель, Юд Гимель, извините. Ваякель, хамишим карсей загав, вайхабер-эд-ха-яриот, ахат-эль-ахат, би-красим, вайги-ха-мешкан-эхад. И сделал пятьдесят... Что такое карсей? Крючок. Керес – это крючок. Крючок, да, который продевался в петельку одной махберет. И вторым концом петельку другой махберет. То есть через вот эти вот петельки, лулаут, скреплялись они. Да, карсей загав. Сделаны они были из золота. Есть комментарии по поводу золота, потраченного на эти крючки. Вайхабер и соединил ериот одну с другой, ахат-эль-ахат, с помощью вот этих крючков, б-красим. Вайги-а-мешкан-эхад и стал мешкан единым, одним, одним целым. В данном случае словом мешкан обозначается первое покрытие вот этого сооружения, стены которого состояли из бревен деревянных. А покрытие, вот самое первое покрытие состояло из десяти полос, соединенных пять и пять, и между собой вот с помощью лулаут и красима. Спасибо. Дальше. Юд-Далит, Анна, вы? Да. Ваяас, ериот, изим, леогль аля-мешкан, астей, эсре, ериот, асалтам. И сделал, покрывал козьей, ну, из козьей шерсти. Изим, это козы, да. Из коз, козьих покрывал для покрытия, для покрытия мешкана. То есть для покрытия первого покрытия. Да, первого покрытия. Теперь слово астей, эсре. А, астей, эсре, это одиннадцать. Это одиннадцать, да. Ериотпов сделал один из полотнищ и сделал их. Сделал их, да, совершенно верно. Если вы сейчас израильтянам скажете астей, эсре, вас не поймут. Сразу вам говорю. Вот, к современному ивриту это отношение не имеет. Так, прошу вас, Тет-Вав, кто? Тимофей. Я, по-моему. Тимофей, да. А можно пониже, то есть повыше теперь сделать? Сейчас, секундочку, да. Сейчас, секундочку. Читаем. Тет-Вав. Да, Тет-Вав. Переводим. Значит, длина половина одного, тридцать локтей и четыре локтя ширина полотнища одного. И мера, как бы, для всех одиннадцати полотнища одинаковая. Одна мера для всех одиннадцати полотнища. Да, 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 да. Верно, верно, спасибо. Прелестно. Так, Владимир теперь у нас должен быть. А можно спросить? Так, Люда. Да, 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 пожалуйста. Меда, ахат, ле, аште, эсре. То есть, ахат, вот, не просто одиннадцати, а вот тут как один, к одиннадцати как-то. Одна мера для всех одиннадцати. Меда, ахат, это один размер. Поняла, спасибо. Ла, это для одиннадцати ириот. Теперь Владимир у нас должен быть. Владимир? Я должен? Да, Тет-Зайн. Тет-Зайн. Мы надеемся? Ю-Зайн. Нет, я еще расскажу. Я правильно понял? А, Тет-Зайн. Извините. Ю-Зайн. Нет, Тет-Зайн. Тет-Зайн, извините, это я ошибся, да? То есть, после Ю-Зайн. А, раньше. Тет-Зайн нашел. Да. Раньше, да? Тет-Зайн. Тет-Зайн. Тет-Зайн, это 16. А, Тет-Зайн, нашел, нашел. А можно уточнить? Я правильно понял, что их 10 полотнищ, да? Правильно? 10 полотнищ. Здесь 11. Значит, сначала мы разобрали первое покрывало, в нем 10 полотнищ. Теперь второе покрывало, в котором 11 полотнищ, да? Понял. Значит, я говорю про второе, да? Читаете про них? Читаю. Да. Читаю. Их-Вэр. Вейх-Вэр. Вейх-Вэр. Эт Хамэш Ириот. Лаван. Лават. Левад. Левад. Вэт Шэш Ириот. Левад. Да? Что значит? Соединил пять полотнищ, только леван отдельно, и шесть полотнищ отдельно. Да, верно. Спасибо, все правильно. Теперь Юдзай. Иван. Да, да, есть. Как мы перевели Лулаут? Петельки. Петельки. Да. Сколько? Пятьдесят. Пятьдесят, да. Аль-цфат, буквально на краю. Ай-я-я-ха-ки-цона. Ки-цони – это крайний, да, то есть на краю крайний. Да, да. Крайнего полотнища. Ба-мах-барет. Мах-барет – это соединение. Значит, в одном было пять, в другом шесть. Вот на краю одного из них он сделал. Вах-кабешиву лаот и пятьдесят петель. Аса аль-цфат ая-я-рия сделал на краю полотнища. Га-хо-верет – то же самое, что мах-барет. Соединение га-шейнит. Соединение второго. Да. Есть. Спасибо. Юд, хэт. Так, Людмила теперь у нас. Юд, хэт, Людмила. Вая-ас корсе нехошет хамишим. Ла-хо-верет-ха-охаль лихьот-эхад. Огэ. И сделал вот это корсе. Корсе. Мы перевели это как крючки. Крючья. Крючки. Медные крючки. Пятьдесят. Да. Соединил. Ла-хо-верет. Инфинитив. Чтобы соединить. Огэль. Огэль – это буквально шатер. Шатер. Ли-йот-эхад. Быть единым. Быть одним. Быть чем-то одним целым. Да. Чтобы было одним. Спасибо. Теперь мы видим, что первое полотнище называется еще словом «мешкан», а второе словом «огэль». Почему так? Не знаю. Мы используем «мешкан» в значении самого сооружения с киней, а «охэль» – это вообще шатер. А можно спросить, что шатер откровения – это и есть «мешкан», да? Шатер откровения. Есть «мешкан»? Мешкан, да. Значит, словом «охэль моэд». В прошлой недельной главе был назван шатер, который построил Моисей. Но в других местах, вот здесь и далее, имеется в виду конкретно «мешкан». В других местах. Но этот мешкан все равно построил Моисей. Это то, что Моисей все равно построил, да, этот мешкан, да? Это построили по приказу и по описанию Моисея. Мы прочитали в своем начале «Оголиаву» и «Бецалель» с помощью других людей тоже. А, понятно. Спасибо. Ют тет чей? Ваша тет. И мой ют тет. Читаю. Замечательно. И сделал слово «мехсе» от слова «лахасот» – покрытие, покрывало. Для «оголя», для «шатра», «орот» – это шкуры из кожи. «Эйлим» – это бараны. «Ме адамим» – от слова «адом», то есть окрашенных в красный цвет. «У мехсе», «орот» – и покрытие из шкур тахашин – это какие-то неизвестные нам, то есть недостоверно известные нам животные, которых мы так и назовем тахаши. «Менемала» – сверху. То есть по одному из мнений, кроме вот этих вот двух описанных полотнищ, было еще два – одно из «орот» – «эйлим» – из бараний шкур, а другое сверху, как сказано, «мало», четвертое – из шкур тахаши. Но есть мнение, что это было единое покрывало, которое было сшито и из шкур баранов, и из шкур тахаши. Мне больше нравится первое мнение. Спасибо, есть. Так, каф. Продолжаем. Дамы и господа, мы сегодня немножко позже начали по техническим причинам, поэтому, ну, сколько можем, столько мы занимаемся. Просто я так понимаю, что Натана тоже немножко поджимает время. Пусть он нам сообщит, а мы пока продолжаем. У меня просто тут как бы слабый микрофон, но я не ограничиваю во времени, пожалуйста. Ну, давайте хотя бы еще минут 10, я надеюсь, мы что-то успеем прочитать. А, дамы и господа, я сегодня, кроме вот этих двух файлов, поставил еще вторую главу в Магилат СТР. Это тот же файл, который был в прошлый раз, только первую неделю назад входила только одна глава, сейчас входят две главы. Значит, вы, я просто выделил там цветом несколько слов интересных. Собственно, вы сами можете разобраться, поэтому пока я не отвлекаюсь, давайте попробуем дальше продвинуться по нашей недельной главе. Так, Людмила что-то, Людмила что-то хотела спросить. Каф уже не видного, я... Сейчас я опущу, да, секундочку, прошу прощения. Ага. Сейчас, вот. Вот, поехали. Так, ваяас эт окрашил ламешкан, ацейшетин, омдим. Так, и сделал брусья для мешкана из дерева шетим, ну, в данном случае стоячих. Стоящие, вертикальные. Да, да, верно, совершенно верно. Вот это выражение ацейшетин, омдим, кому-то что-то напоминает? Это выражение вошло в песенку Бар Йохай, которую мы с Божьей помощью будем петь в лакбаумер. Вот, ацейшетин, омдим, то есть брусья из дерева, акации вертикальные, им уподобляются ученики Раби Акивы. Ну, вот, это для общего сведения. Так. Подождите, Раби Акивы или Бар Йохай? Может быть, и Бар Йохай, собственно, он был одним из учеников Раби Акивы. Да, наверное, такие ученики Бар Йохай самого, конечно. Да, верно. Так. Передал эстафету. Тимофей, Тимофей. В смысле, они такие стойкие, да? Ну, такие, да, крутые такие, стойчивые. Ну, наверное, да. Ну, им приходилось, конечно, выстоять и в войне, без аналогии с сегодняшними днями, но смысл, что вот они были такими мощными в изучении Торы. Так, хорошо. Читаем. Тимофей, да. Значит, десять локтей длина бруса и полтора локтя ширина одного бруса. Да, совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Да, здесь тоже мы видим слово Орех и слово Рохать. Да, длина и ширина. Ну, на самом деле, брус сечения был прямоугольный. Один локоть на полтора локтя. Да, полтора локтя – это вдоль стены длина. Так. Спасибо. Так, Кабет? Владимир. Владимир. Кабет, да? Да. Так, шти ядод лекарь. А-эхад мишулавод. 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 А-ахад эль-эхад. Кэн-асад. А-ахад. Кэ-хад. Кэ-на-са. Мишулавод. Миколь. Каршей. А-мешкан. Совершенно верно, да? Штей ядод. Владимир, вы, наверное, знаете слово яд. Яд – это что? Рука. Рука. Слово ядит в современном иврите – это ручка, например, на двери. Да? Да? Но здесь, что такое, что имеется в виду под ядод? Выступы снизу, которые входили в подставки. Поэтому, как мы это переведем? Давайте перейдем в выступы. Два выступа. Нет, здесь имеется в виду не подножие. Здесь имеется в виду сбоку шипы, которыми они друг с другом соединялись. Подножие там… А, шипы? Да. Тогда что такое едод? Это они… Они как входили, как у одного шип, у другого пас. Они друг к другу входить должны были, как я понимаю. А, ядод – это имеется в виду. А шипы? А подножие там дальше, это 24-й будет. А для подножия – это два… Чего, как называется? Адней, 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 адней кэсов. А, нет, аданим – это сами подножия. Ага, это я врус. А вот те части… Ага, это я врус. Врус, которые входили в подножие. Да, точно. Ну, хорошо, давайте едод поставим тогда… Подножие, правильно, подножие, все правильно, точно. Да. Значит, два подножия… Мы можем взять два шипа или два выступа. Два выступа. Два выступа для… На каждую балку. Теперь слово «мешу лаву». А, для выступа на каждую палку. Это крючок, да? А это вроде ли кэреш, ли крючка, или это кэреш, это палка. Нет, было слово «кэреш», крючок. А кэреш – это балка. Теперь слово «мешу лаву». Лешалем – это сочетание. Может быть, это имеется в виду параллельное, может быть, комбинированное, ступенчатое. А параллельный «мешу лаву» – это тоже параллельно? Я знаю, что параллельно это… Параллельно это не совсем так. Параллельно это «макбиль». Макбиль, да. А это… Но здесь вот что-то имеется в виду ступенчатые, выступающие… Понимаете, точно термин мы перевести не можем. Я пытался разобраться с конструкцией, но есть разные мнения, что представляли собой вот эти вот ядут выступы. Были это выступы, которые входили в как бы отверстие, да, то есть, как говорится, выпуклость и впуклость. Или это было нечто вроде стесанной части, которая входила в параллельный же паз. Вот здесь разные мнения есть. Но у меня всегда есть участническая часть. И шипы впадин, а может быть, два выступа. Нет, это все-таки имеется в виду, а именно внизу у каждого бруса две как бы ножки. Вот в 24-м там будет идти речь, что будет… У каждой ножки будет два сели. Давайте, давайте, мы… Давайте, да. Мы из следующих фраз, наверное, поймем это, что имеется в виду по словам «едок». Нет, это две ножки, две ножки, они состоять на них должны были, на двух ногах. А, выступающие, да? Одна на другую. Да, на двух ногах как бы разделяли брус на две части. Ступенчато? А, ступенчато, да? Одна на другую. Ну, допустим, да. Да нет, просто такая толстая балка разделяла в конце на две части. Так, ребята, техническую часть я беру на себя, но для этого нам надо будет прочитать текст немножко далее. Так, а пока мы просто переводим. Будем считать, что вот это «едот» – это выступы, в любом случае это выступы, да? На каждой балке их было два. Они были мешуловод, то есть будем считать, что ступенчатые. На каждой палке две мешуловодки пинцы. Одна над другой, да? Нет, ну ладно. Одна над другой. Одна над другой. Так, Кэн Аса так сделал. Да, сделал для всех балок мешканов. Да, совершенно верно. Так, теперь Иван будет читать. Все. Все. Давайте. Пожалуйста. Во-я-сет, во-я-сет, а-карашим, ле-мешкан, и с рим, а-карашим, ле-ф-ат, слуги, и мана. Сделал он брусья для мешкана. Ле-ф-ат от слова пэ-а, то есть край, для края, это имеется в виду стена. Негев, это значит юг, и слово тайман, это тоже юг, то есть для южной стены. Мешкан был прямоугольным, и стена южная, и стена северная были длинными сторонами этого прямоугольника. Каждая из этих стен состояла, как мы видим, из эс-рим-карашим, из 20 балок. Так, спасибо. Кавдалет чей? Ой, длинный метаару, да? Людмила, Людмила, да, на 24-й. Ве арбаим, адне кэсэв аса, тахат эсэрим, хапрашим, шней аданим, тахат хакэрэш, хаэхад. Лишь ты, е дотав, ушне аданим, тахат хакэрэш, хаэхад, лишь ты, е дотав. Две... Да, тут. Вот это аданим. Подождите, кавдалет? Ой, из 40, да, это я, из 40 адней кэсэв. Да, из 40 адней кэсэв. Это подножий. Подножий, да. Бал под 20 столбами, балками, два подножия под одной балкой, к двум, я дотав, вот эти... Вот этим выступам едут, да. К их выступам, и два подножия под столбами, под столбом одним, к двум их выступам. Да, вот теперь мы видим разрешение нашего вопроса. Вот эти вот я дот, таки были шипы снизу у каждого, у каждой балки, и каждый такой шип входил в серебряное подножие, да. То есть это не то, чем балки соединялись друг с другом, а то, на чем они стояли. Ну, я с Божьей помощью думаю закончить сегодняшнее занятие. Мы, к сожалению, позже начали, но немножко позже и заканчиваем. В дальнейшем там тоже есть несколько интересных слов, но в этот раз я уже не успеваю их вам объяснить. Есть файл, который я подготовил, файл словаря. Можете посмотреть, можете посмотреть сами. В телеграме? Спасибо. На помните, в телеграме, да, это файл. Я забыл. Да, в нашей группе в телеграме. Так, еще раз пожелаем нашим братьям с воюющих сторон быстрейшего и мирного завершения конфликта. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо. Придим, не переживаем. Так, всего доброго, счастливо. Я с вашего позволения. Спасибо. Продолжение следует...